Информационный обзор на Радио России Приморья. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны. Вести. Здравствуйте в студии с новостями Мария Фролова в этом выпуске. Минобороны заявила об атаке восьми украинских дронов на Москву. Президент Сербии встретился с представителями стран Запада в свете обострения ситуации в Косове. В Госдуме напомнили о новых законах, которые вступят в силу с 1 июня. Далее подробности. Минобороны заявила о предотвращении атаки восьми украинских дронов на Москву. По данным военного ведомства, три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. Следственный комитет России начал расследование. Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Генпрокурор Игорь Краснов поручил прокуратурам Москвы и Подмосковье взять расследование на контроле. Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Сергеевич сообщил, что рано утром в результате атаки дронов в нескольких зданиях дефиксировали незначительные повреждения. Это ракетный комплекс, который способен поражать всю номенциатуру, но в результате средств воздушного нападения, в том числе и уют. Генпрокурор Игорь Краснов, председательный взрыв. А в бедерном, в поскале, в городе, 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 в городе. В городе сообщал, что утром на подлете в Москве были сбиты несколько беспилотников. Жители некоторых районов области могли слышать звуки взрывов. Это работа ПВО, написал он в своем телеграм-канале. Российские военные отразили три атаки вооруженных сил Украины на Солидара Артемовского управления. И Амбалана, добрая перспектива ухангла в экономичном ситуационном сфере.